ребят всем привет с поляны я надеюсь что интернет будет у нас с вами хороший пока не знаю как он себя поведет у нас у нас сегодня первый день продолжения ретрита то есть ретрит сегодня закончился и у нас так звука нет вообще напишите пожалуйста как меня слышно потому что я забыла микрофоны дома я могу попробовать погромче говорить если так слышно то я тогда буду вот так говорить все все мне пишут что что есть привет виктор вот и мы сегодня у нас как продолжение ретрита перезагрузка ребята кто с ретрита кто-то приехал кто-то приехал из других городов и завтра мы идем в горы на перезагрузку достаточно глобально есть звук все отлично здорово вот поэтому если получится то я для клубов все точно так же сделаю эфир но скорее всего конечно же не из гор потому что там не будет а завтра у нас завтра послезавтра я сделаю эфирчик закрытом клубе спасибо за сердечки очень приятно я их люблю ребят я бы с вами знаете что хотела поговорить о чем вы пока пишите вопросы если какие-то вопросы будут я конечно же с огромным удовольствием на них пока я хотела рассказать про новый год меня несколько лет спрашивали возможно ли со мной с моей моей компании с моей командой провести новый год и в этом году мы с ребятами все таки решили это сделать решили сделать он будет в сочи проходить в очень очень необычном месте в необычном доме это это другая это как другая реальность я не буду раскрывать всех карт но это будет великолепное место то есть там будет не просто не просто сам дом который с другой информация с другой с другими традициями ну вас вообще оттуда унесет но там конечно же будет у нас развлекательная программа если это можно так сказать потому что там будут и дети то есть и семьями можно приезжать и нужно приезжать семьями у кого семьи конечно же с детьми там у нас будет и и театр в который будет будут вовлечены все и распаковки будут через через определенные процессы конечно же у нас там будет с вами мероприятие наверно так наверно это не столько мероприятие сколько мы с вами пойдем на источники на источники достаточно необычные то есть это те источники где горящая вода в прямом смысле не в переносном ну и конечно же баня в горах первого числа будет у нас баня в горах где будет полностью перепрошивка там у нас будут помимо бани там у нас будут перенос к самому себе через два бубна то есть у нас там будут два шаманских бубна один звуковой один вибрационный это это полностью это полностью вас выбросит и выбросит из этой плотности из этого сжатого состояния в котором мы очень часто очень большое количество времени проводим конечно же там будут подарки конечно же там будут конкурсы конечно там будут распаковки в другого плана распаковки будут когда вы наверное все прекрасно понимаете что новый год это не столько ну как как я это вижу я в своем виде не рассказывает это будет не новый год это не сам новый год что перевернем календарь да а это другие энергии то есть вы понимаете прекрасно что больше большое количество людей которые празднуют это мероприятие которые празднуют этот этот праздник это единственный день где есть скопление такое огромное скопление энергии и очень часто мы не умеем пользоваться этой энергией очень часто бывает такое что мы загадываем какие-то желания и они у нас либо исполняются либо нет от чего это зависит это зависит от того насколько вы готовы сформировать истинно свое желание сформировать именно то чувствование что вы хотите получить от какого-то процесса от этого года от следующего года и как раз я вас проведу в это состояние где вы получите новое состояние возможности взятия то что вам кажется чего вас не хватает именно не социальные программы не какими-то навязанными шаблонами а именно для вас для того чтобы вы стали еще плотнее это будут глубокие процессы это будет много много улыбок много позитива но и конечно если кто-то переживает будет ли там вида так как мы с детьми едем и не все у нас готовы отказываться конечно там будет веган веганская еда но она будет немножечко в другом месте то есть не в том месте где у нас будет проходить все 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 вот это вот волшебство а в другом зале просто если кто-то захочет зайдет туда перекусит вот но это не будет постоянно в запахах это ник никой соответственно не будет никаких посиделок за столом никаких тостов ничего не будет это будет полностью погружение в новое состояние чтобы вы могли увидеть могли в этом принять участие могли научиться могли передать самому себе состояние как можно праздновать любое событие вне еды как можно праздновать и веселиться когда ты распакован это абсолютно про другое и если вам интересно у нас там очень ограниченное количество местом нет нет мы не берем большую мы не будем там собирать огромное количество людей то есть это это будет таким как бы узким кругом так скажем да то есть совсем небольшое количество вот и кто кто успеет туда попадет но попадет туда тот кому это действительно нужно вот поэтому если кто-то не попадет не переживайте нас с вами все еще впереди поэтому за это даже не переживайте так здравствуйте слан и все участники эфира рассинхронно слышно хорошо ну ребятушки вот пока так вот поэтому вообще думали что я не смогу и в эфир но но все случилось светлана не дразните нас новым годом очень многие ведь очень немногие ведь смогут приехать слюнки текут марина приезжайте приезжайте ребят кому хочется приезжайте с огромным удовольствием и у меня был тот такой вопрос а что вы делаете если вот ретрит прошел если прошли определенные распаковки зачем продолжение ну во первых это можно сказать что это продолжение и с другой стороны это можно сказать что это это другие процессы это другие процессы где например в в ретрите мы приходились к себе мы распаковывали себя а здесь на этой перезагрузке мы с ребятами говорим о других вещах мы другим говорим о других плотностях мы я им рассказываю показываю и максимум доступным и простым языком на пальцах чтобы это было доступно всем и не только там что вот каким-то там избранным нет мы все на счет этого я вам рассказываю что такое время как выйти из временного сегмента как понять что на каком этапе ты находишься как сориентироваться почему где та карта карта твоего тела почему у тебя происходят определенные моменты в твоей жизни почему ты их не можешь решить как этому подойти не даю инструкцию но если я понимаю что человеку нужно зайти через прошлую жизнь через осознание прошлой жизни то я конечно же расскажу почему у тебя вот так так происходит потому что ты вот ту эту программу делала вот в той жизни ты была тем-то тем ты у тебя случилось то-то то-то именно поэтому вот в этой жизни происходит так и конечно когда это происходит идут идут другого рода принятия себя ты начинаешь себя не винить за какие-то моменты ты начинаешь себя не искать не там где где-то не видишь где-то не можешь найти а ты понимаешь что это просто продолжение процесса то есть все у нас наверное прекрасно понимают что что такое реаркарнация это ты в новом теле а где это память и почему я не помню а что со мной происходило в прошлых жизнях а как это вспомнить ребят на самом деле вспомнить это элементарно посмотрите что происходит с вами и если вы заглянетесь по-честному в то что происходит с вами и с этой стороны тоже можно закрыть почему это происходит что вы делали в прошлой жизни кем вы были в прошлой жизни почему здесь у вас идут эти процессы почему вы с прошлой жизни перенесли вот это то есть если вы в той жизни были вот тем то то в этой жизни вы как будто дополнять его как будто как насыщаетесь тем что не было в той жизни и когда вы это когда вы это видите когда вы это понимаете вспоминаете то идет не осуждение почему это не делать идет не ковыряние до безумия как пока кровь из носа не пойдет а ты не можешь понять что что происходит а идет именно легкое осознание почему понятно почему я это делаю сейчас понятно почему со мной происходит вот эти моменты понятно почему у меня идут вот эти доработки эти проработки это как раз то что я там отрицал что я там не доделал что меня там убили таким-то способом или там я умер от того-то от того-то и когда ты это вспоминаешь когда ты это видишь когда ты это понимаешь и осознаешь то у тебя есть понимание как работать в этом времени в в этом теле с определенными процессами которые сейчас у тебя есть это интересно это увлекательно и это может сделать каждый если у вас это не получается вы можете найти себе проводника того с кем кто вам резонирует кому вы можете довериться и когда эти моменты открываются конечно же вы на себя смотрите абсолютно с другой стороны иногда проскакивает такое боже мой почему же этого раньше не замечал как как все просто складывается и это классный процесс это здорово на первой встрече была одна вторая ретрит с мужем на новый год едем всей семьей с детьми ура как же рада обняла всех светочка дорогие жду встречи до наташечка мы вас андрюши тоже ждем очень ждем потому что есть еще не не просто ждем а есть еще те моменты которые мы с андреем проговорили которые будем реализовывать варен пишет надо наталья радуюсь вместе с вами за вас ребят и еще такие моменты если кто-то не может приехать на ретрит если кто-то не может приехать на живые встречи на перезагрузки если у вас нет такой возможности пока нет такой возможности а то это всего лишь складывается так обстоятельства которые вы себе создали но вы себе создали не состояние злание состояние что я это не могу состояние того что я к этому на данный момент пока не готов по каким-то причинам именно поэтому я провожу вот эти марафоны марафон и чтобы вы ближе узнали себя чтобы ближе подобрались к себе чтобы вы были больше распаковали себя эти марафоны есть абсолютно разные то есть если это касаемо понимаете что это не вы не можете проработать именно финансовый поток то есть будет марафон который будет называться деньги это просто который совсем не про деньги а именно про вас если вы не можете по каким-то причинам понять что вас не пускает почему ваше тело не идет какие-то моменты в какие-то процессы в какие-то осознания то конечно же это марафон про нафит где мы будем рассказывать о каждом миллиметре вашего тела почему это так что с вами происходит где вы не берете информацию где вы отталкиваете информацию информацию рода информацию прошлых жизней информацию этой плотности в том числе но если кто-то хочет глубокие проработки но понимаете что вам например мало глубокие проработки именно с вами но вы понимаете что например консультации 1 его мало а намного консультации вы точно также по каким-то причинам не можете прийти неважно чего это касается финансов времени еще чего-то абсолютно неважно то есть глубокий марафон возможности меня где очень ограниченное количество людей там только до семи человек я беру ну максимум до в принципе до семи только беру где мы с вами 7 дней прорабатываем каждого я ковыряю вас до крови вот и вы можете попасть туда выбирайте все что вам нужно то есть все все ресурсы чтобы прийти к вам я постаралась это сделать чтобы было максимум под каждого есть вот к этому предрасположенность есть вот к этому желание значит выбирайте под себя и с каждым этапом вы становитесь более плотнее чтобы прийти к самому себе возможно после вы ретриты после марафона какого-либо вам уже не нужно будет ехать нам на ретрит вы поймете что это такое но ретрит это еще ребят не просто распаковать вас это побыть в другом поле абсолютно в ином вы находитесь всегда своей оболочке в своей капсуле либо в социальной в социальной этой программы которая постоянно вас раздирает постоянно вас дергает то в одну степь и в другую где вам очень сложно потом собираться и вы пытаетесь прибежать скорее домой либо в какое-то место которыми ваше место силы чтобы собраться соединиться с собой чтобы очиститься но вам вы понимаете что хватает вам только на то чтобы собраться не чтобы уйти куда-то выстрелить в следующую следующее сознание а хотя бы просто собрать самого себя так вот как раз ретрит и перезагрузка это как раз то место когда вы полностью расслаблены и за вас держит это поле то поле в котором вы можете откинуть вообще этот мозг откинуть все моменты которые вас держали которые вас разрывали и просто отдаться той субстанции кем являюсь я понять что это такое кто какие у меня возможности какие у меня ресурсы что для меня это физическое тело как я его могу корректировать вот именно поэтому вот этот вот ретрит и есть там это другое поле мэри эйл любит вас не знаю мне вас очень не хватает спасибо за марафоны и эфиры благодарю денис когда-нибудь здорово ребятки задавайте вопросы если вопросы есть то я поотвечаю если вопросов нет то мы еще поработаем мы еще по прорабатываем некоторые моменты с ребятами которые приехали и конечно же очень приятно очень приятно что за ваше доверие за то что вы готовы открываться потому что я вижу сколько ребят приезжает как вас много и это конечно же очень здорово для меня это для меня показатель что я еще пока нужна в вашем поле в этом поле вот я знаю что youtube идет немножечко с отставанием давайте еще немножко подожду а если вопросов не будет то я конечно же с огромным удовольствием сделаю до 17 числа я сделаю эфир еще в закрытом клубе а потом мы с вами уже будем болтать подольше когда вернусь домой когда уже буду в привычной обстановке с привычным интернетом который тоже иногда у меня шалит вот но все же ребятки и еще не забывайте пожалуйста пишите пожалуйста свои вопросы пишите что вас интересует неважно чего это касается это касается каких-то взаимоотношений с вашими близкими с вашими вторыми половинками если можно так назвать да на на работе по каким-то процессом происходящим с вашим телом по каким-то заболеваниям если вас это интересует если вы хотите разобраться увидеть как то это с другой стороны с моей стороны с моей точки зрения то конечно же пишите я открою это буду раскрывать это в эфирах я прям буду сейчас записывать меня уже есть список вопросов которые которые хотят раскрыть и очень много запросов про детей но про детей знать это такая скользкая тема которая раскрывая про одного ребенка ко второму ребенку это не относится поэтому я очень с опаской отношусь на открытых эфирах разговаривать с детьми про детей про отношения с детьми их конечно же очень быстро и очень просто проработать либо на личные консультации либо на марафоне возможности меня либо в ретритах это прорабатывается либо на открытых встречах это прорабатывается очень быстро очень легко это осознание приходит на открытых эфирах я все же про детей наверное не очень бы мне хотелось чтобы вы не мерили одного ребенка на другого то есть чужого на своего это абсолютно разное поле который идет через вас а то что касаемо болезни то конечно спасибо учить дайте по сказку куда смотреть в плане финансов это 1 андрей с ретрита москва андрей но ты же уже скоро приедешь приезжай и там у тебя будет другая у тебя сейчас идет знаешь у тебя сейчас как я тебя вижу что ты сосуд в тебя вот этот информация вошла которая была на ретрите и она сейчас как по стеночкам сползает то есть она еще не осела чтобы ты просмотрел насколько ее плотность какого она цвета как она в тебе раскрывается она сейчас пока еще по стеночкам скатывается вот но ты про финансы все знаешь ты знаешь куда тебе идти то что ты для себя определил изначально не включай голову мы с тобой об этом говорили то что ты прочувствовал что вот это твое это она действительно твое приятные поездки вам у меня как обычный миллион вопросов но что-то они не сразу приходят благодарю приезжай лично андрюш мы тебя ждем приезжай на новый год там тебя прям очень не хватает с твоей энергией вот этой вот легкой и такой зажигательной нам будет очень здорово будем ждать эфир закрытом клубе да вот смотришь и понимаешь блин ехать уж надо на ретрит ну кошка люська конечно надо уже ехать приезжая и тебя будет совсем другое понимает света почему после ретрита жар нападает потому что тело смотрите жар нападает почему особенно после ретрита это практически у каждого человека потом он ну у многих так скажем а потом он резко отпускает резко отпускает и тебе становится это еда не интересно почему он нападает в первое время Потому что осознание убежало вперёд, тело остаётся здесь, вот здесь, а мозг тебя начинает отправлять в состояние доретритное, когда он руководил тобой, когда он знал, что с тобой делать, когда ты был на его волне, когда он был хозяином положения. И здесь как будто такая плотная энергия, вот здесь плотное состояние непонимания мозга, именно мозга, не осознание, а плотное состояние мозга, как потери контроля, который резко, как резинку тебя начинает оттягивать назад в то состояние, когда он тобой управлял. И что ему нужно сделать, чтобы тебя пригвозить в то состояние? Отпустить твоё сознание. Когда у тебя осознание отступает, когда у тебя наполняется живо, осознание отпускает. Не сопротивляйтесь, ребят, ничего страшного, это не жор, это новое состояние, чтобы мозгу вообще привыкнуть, что вы находитесь на другой ступеньке. Как только вы не будете с ним сопротивляться, не будете создавать дополнительное давление, а просто придёте к нему, скажете, хорошо, я сегодня кушаю, хочешь, я кушаю. Когда вот это вот сопротивление уйдёт, оно пойдёт потихонечку за осознанием туда, где вы остановились, где вы в ту точку, в ту точку послеретритную, в ретритную, так скажем. И тогда будет намного проще. Отпустите эту резинку, не надо сопротивляться. Чем вы, Светлана, заземляетесь? Да, ребят, мне не надо заземляться. Мне настолько хорошо с вами, что я же понимаю, что я делаю. Я же понимаю, для чего я здесь. Я понимаю, что я даю. И когда я вижу эти ваши распаковки, ваше осознание, ваше наполнение, меня это тоже наполняет. Я иду дальше. Я иду дальше. А что касаемо заземления, мне оно не нужно. То есть приезжают люди, вы становитесь всё более глубокими. Приезжают на ретрит люди всё более глубокие. И мы настолько с ними уже выходим за пределы этих разговоров. А почему я это сделал? А почему то сделал? Почему не эта болезнь? Выходим за пределы этой земли. Выходим за пределы этого шарика. Идём уже больше в галактические рукава. Как бы это смешно ни было, но уже туда. И там не надо заземляться. Там уже люди подтягиваются под твою волну. И когда уже приходят те осознания, то какие-то банальные вещи, связанные со взаимоотношениями, они уже становятся настолько лёгкими, что уже не хочется ругаться, не хочется сопротивляться, не хочется доказывать близким, всему миру что-то. Ты позволяешь уже этому просто быть. И ты уже начинаешь быть на другой стадии плотности самого себя. Вы же со мной подтягиваетесь. Мне не нужно постоянно идти туда, в какой-то низ, как заземляться. Вы подтягиваетесь там, где я сейчас. То есть я не говорю, что я какой-то гур, что я на каком-то уровне. Но в те осознания вы туда идёте. Поэтому мне это здорово. Очень хорошо расслабляет горы, расслабляет море, расслабляет природа. Но и те люди, которые рядом со мной, мне с ними просто кайфово даже помолчать. Это тоже здорово. Люблю вечером выпить бокальчик сухого вина. А как от этого избавиться? А ты от этого избавиться хочешь, потому что тебе это неинтересно? Тогда не пей. Если ты от этого хочешь избавиться, потому что тебе кто-то сказал, что это вредно, тогда разберись, почему тебе это вредно. Почему ты ориентируешься на слова кого-то, что это вредно. Если ты понимаешь, что это действительно как-то пагубно действует на твоё тело, тогда возвращайся. Почему ты идёшь на расщепление своего тела? Почему ты его хочешь медленно уводить из этой плотности? То есть убивать. Что тебе это даёт? Где ты себя потеряла? Я просто не вижу, это мужчина или женщина. Где ты себя потеряла или потеряла? Почему ты хочешь уйти в другое чувствование, не осознание, а в другое чувствование своего восприятия этого мира? Почему тебе это важно? Почему ты без этого скучаешь? Благодарю. Очень приятно слышать такого супер. Я как на эфир Светланы включаю, а то жор нападает, ум сопротивляется. Игрок, приезжай к нам сюда, и твой ум уже не будет сопротивляться. Он будет сопротивляться, но уже это будут последние конвульсии. Такой жор при марафонах и после эфиров. Ну да, ребят, я вам как раз только что объяснила, что за давление происходит. Не сопротивляйтесь. Идите через осознание. Почему ваш ум боится потерять контроль над вами? Почему вы, углубляясь в тело, в осознание, в субстанцию себя, продолжаете руководствоваться умом? Что для вас это есть? Возьмите позицию над своим телом, возьмите позицию родителя. Будьте вне тела. Когда у вас нападает жор, вы же находитесь в теле. А когда находится тело в вас, тогда жор не может нападать. Тогда вы понимаете, что происходит с вашим телом. Ваше тело внутри вас. Вы, родитель своего тела, роди тело. Вы, родитель своего тела. Так ты про это говорила, когда я имела в виду, что твои родственники близки притягивают тебя за ноги. В том смысле, что они вдохновляют тебя собой. Вдохновляют. Да, ну, ребят, бывает, конечно, такое, что, смотрите, они вдохновляют, но у них нет сопротивления уже того, что, например, я могу несколько дней не разговаривать. Быть в своих процессах и вообще, в принципе, не здесь. Их это не пугает. Им не нужно меня выдёргивать из этого состояния, чтобы поговорить. Они с огромной благостью к этому относятся и просто ждут, когда у меня закончатся мои процессы. Всё. Спасибо. Так завораживает, когда ты рассказываешь про заземление. Спасибо. Ну что, ребятки, буду с вами прощаться. Огромная благодарность за вопросы. И, конечно же, жду следующих вопросов. Пишите под эфиром вопросы. Пишите в чатах. Либо пишите в личку. Я их обязательно буду озвучивать. Всем огромное спасибо. Обняла вас крепко-крепко.